Борьба с наркопреступностью остается одной из приоритетных задач для правоохранительных органов Кыргызстана. В 2022 и 2023 годах было выявлено значительное количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Редактор субтитров А.Семкин и Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ 1988 года, в котором Кыргызская республика присоединилась к восстановлениям Меджугоркутинеша Кыргызской республики в 1994 году, приведения в соответствие с нормами Уголовного кодекса Кыргызской республики и Кодекса Кыргызской республики о правонарушениях, а также адекватного реагирования на изменения, происходящие в глобальной, региональной и национальной наркоситуации. За три года органами внутренних дел Кыргызской республики всего зарегистрировано 3495 наркопреступлений, что составляет 94,6% от общего числа зарегистрированных наркопреступлений правоохранительными органами республики. Из незаконного оборота за три года изъято 17 тонн 271 килограмм 49 граммов наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, что составляет 92,2% от общего количества изъятых наркотиков всеми правоохранительными органами. За совершение наркопреступлений в течение трех лет к уголовной ответственности привлечено 2336 человек, из них мужчин 2272, женщин 64, несовершеннолетних 18. За совершение 347 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, пресечена преступная деятельность 222 наркогрупп, состоящих из 517 человек. Органами внутренних дел за последние три года выявлено и ликвидировано 27 подпольных нарколабораторий, незаконно изготавливающих наркотические средства, психотропные средства, из них 25 непосредственно СБНО МВД Кыргызской Республики. В результате мониторинга сети интернет на предмет выявления и установления лиц, занимающихся сбытом наркотиков в мессенджерах, социальных сетях и других интернет-пространствах, за три года выявлено 599 фактов сбыта наркотиков, осуществляемых бесконтактным способом. Выявлено 39 интернет-магазинов, распространяющих наркотические средства. Принятыми мерами ликвидировано 20 интернет-магазинов. Кроме того, заблокировано три сайта, посредством которых осуществлялась реклама запрещенной информации о наркотиках. Профилактика играет ключевую роль в борьбе с наркоманией. В 2023 году проводились многочисленные спортивные и культурные мероприятия, лекции в образовательных учреждениях и антинаркотические акции. Эти мероприятия направлены на повышение осведомленности молодежи о вреде наркотиков и пропаганду здорового образа жизни. Особое внимание уделяется работе с молодежью и профилактики среди учащихся школ и вузов. Кыргызстан активно сотрудничает с международными организациями и иностранными государствами в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Наши представители участвуют в сессиях комиссии ООН по наркотическим средствам, а также проводят двусторонние встречи с делегациями из различных стран. Обсуждаются актуальные проблемы, такие как производство наркотиков в Афганистане и рост синтетических наркотиков, что позволяет вырабатывать эффективные совместные стратегии. В 2023 году служба достигла значительных успехов в своей деятельности. Были внедрены новые технологии, такие как беспилотные летательные аппараты и современные средства для кинологической службы. Также были получены новые транспортные средства для улучшения оперативной работы. Завершено строительство новых объектов в Таласе и Джаллабаде, что способствует улучшению условий работы сотрудников службы. На сегодняшний день российская программа оказания помощи службе вносит важный вклад в борьбу с наркотиками в Кыргызской республике, укрепляя потенциал нашей службы во многих ее направлениях деятельности. Текущая программа помощи рассчитана до 2026 года с бюджетом около 7 миллионов долларов США. В рамках сотрудничества с Управлением ООН по наркотикам и преступностям, ОБСЕ и программой Евросоюза КАДАП-7 мы активно работаем над такими проектами, как внедрение новых технологий, в том числе беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта в борьбе с наркотиками. Разработка и запуск уже в 2025 году национальной системы раннего предупреждения о появлении новых психоактивных веществ и автоматизированной системы антинарк, а также создание на базе службы первого в Центральной Азии Центра по наркопрофилактике. Кроме того, в результате продолжительных переговоров нами достигнута договоренность о выделении государством Катар 1 миллиона и Республикой Кореи 350 тысяч долларов США на борьбу с синтетическими наркотиками и укрепление материально-технической базы службы, в том числе нашего кинологического центра. Итоги работы за 2022 и 2023 год демонстрируют, что Кыргызстан успешно справляется с задачами по противодействию незаконному обороту наркотиков. Впереди нас ждут новые вызовы, но мы продолжим активно работать над их преодолением в 2024 году, чтобы сделать наше общество еще более безопасным и здоровым. Субтитры создавал DimaTorzok